Здравствуйте, добрый день. Я профессор Томский Григорий Васильевич, президент Международной Академии Конкор. Недавно я опубликовал беседу «Большие тайны истории народа Саха-Якутов» с Орековым Олегом Евгеньевичем. О своем собеседнике я рассказывал видео «Книг для всех по истории народа Саха». Прекрасно владея арсеналом методов информатики, имея солидный опыт сложной аналитической и научной работы. Царьков составил уникальную комментированную компиляцию всех основных источников посредневековой истории предков народа Саха и их интерпретации исследователями. Выдвинул и обосновал свои оригинальные гипотезы. Работа носит прикладной характер и призвана прежде всего служить источником для написания увлекательных сценариев и других произведений, связанных с удивительной историей народа Саха. Олег Царьков сам с увлечением работает в этом направлении. К большим тайнам истории якутов мы относим множественное самоназвание этого народа, единство его языка на огромной территории расселения, наличие культа небожителей Айы, известных деятелей истории степных народов. В связи с основным самоназванием якутов Саха широко обсуждается вопрос о связи якутов с древними Саками. Об этом я пишу в статье «Сакахунское происхождение Прибайкальской митрополии народа Саха» и рассказываю в видео с таким же названием. Численность Саков Прибайкальи должна была увеличиться в III веке до н.э., когда хонно теснили основную часть Саков на запад. Численность Прибайкальских Саков должна была увеличиться за счет беглецов из Алтая. Поэтому именно в это время степные жители Прибайкальи могли принять престижное самоназвание Сака или Саха. Вторым наиболее распространенным самоназванием якутов является Уран-Хай. Олег Сарьков связывает это самоназвание с древними Кимаками. Послушаем его объяснение. Согласно Алан-Хо, средняя страна, где изначально жил эпический народ Уран-Хай-Саха, является обширным краем, который журавль может облететь через 9 лет и не найти конца края. Там нет деревьев и от зноя усыхают озера. Прародителями этого народа выступают Саха-Сарын-Тайон и Сабыя-Баай-Хатун. В якутских преданиях рассказывается о том, что их потомки вместе с киргизами и татарами ушли из страны Уран-Хай, которая находится в 9-й отренной реки на берегу теплого моря Араат-Байгал или Арылы-Байгал. Там живут львы, змеи и верблюды. Животные, совершенно не встречающиеся ни в долине реки Лены, ни в окрестностях озера Байкал, известные якуты. Единственным местом, отвечающим заданным пространственно-временным параметром, является каганат кемаков, ассоциируемых со Сроскинской археологической культурой. Она имеет много параллелей с сравнением якутской археологической культуры, что подтверждает сходство якутского погребения с конем в мончаровых с захоронениями кемаков при Иртышне. Тут всегда входят железные стремена, удила с кольчатыми псалиями, украшения конской сброи, женские пояса, бронзовые женские украшения, наконечники стрел в форме двурогих срезней. Китайские источники называют кемаков кумохами, уринхаями, улянху и хистцами и считают их потомками хун. В частности, в Юаньши сообщается, что страна обитания уринхаев земля Шаньчжун, горных джунов, в Риме не Чуньшо. При династии Хань она стала главным владением семьи Хи, которая при династии китайской Хоуэй именовалась кумохи. Будучи разбиты кингданиями, его народ разделился надвое. Одна часть подчинилась киданиям, а другая, смешавшись с тюрками, откочевала в дэш и кипчак. Имена эпических прародителей якутских хулусов дьонов Хаяханылы, Хатанхатамалай, Болотой Ахон, Баркутай, Баргай, Баягантай перекликаются с названиями племен, входивших в Каганат Кимаков. Канглы, Каев или Урянг, Кимаки, Катан, Кидани, Болот, Карлуки, Барку, Баргуты, Баяут. Казахский прародитель Аргенбы включен в генеалогию прародителей якутов Элея. Якутский род Сылан является калькость тотемного названия Кимаков, Еланг. Это позволяет связать якутские предания об их легендарной прародине с районом Кимаковских качевий. В нашей беседе мы обсуждаем также широко используемое в героическом эпосе Ланхо самоназвание якутов Кюнджано и Айю Аймага. В архаичном якутском героическом эпосе Ланхо героями являются люди солнечного племени Кюн или Кюнджано. Это соответствует сабдийскому произношению Кун названия Гуннов. Такой же интерпретацией самоназвания Гуннов придерживаются Садри Максуди, Рафаэль Безертинов, Гулипа Мадмарова и другие. В этом случае получается, что якуты не осознавая этого идентифицируют себя до сих пор с Хунну, азиатскими Гуннами. Действительно, любой якут выражение Кюнджона или Кюнулууунджона относит только к своему народу и к никакому иному. Вопрос о связи якутов с Хуннами много, подробно и давно обсуждается в исторической литературе. Через несколько веков произошли события, описанные Хсенофонтовым в следующих терминах. При разрушении Северного Хуннского ханства в степях Монголии аборигенное население Прибайкалия должно было получить сильный толчок от наплыва остатков Северных Хуннов, покидавших свои родные степи. В эту бурную эпоху тунгусские племена, обитавшие в Приангарском крае совместно с западными монголами, подвергшиеся сильному хуннскому влиянию и усвоившие от них железную технику, должны были переселиться на Вилюй, где они частью оттеснили, а частью перемешались с местными тунгусами. Таким образом, почти две тысячи лет назад сформировалась южная метрополия народа Саха Прибайкалии, Сака Хуннского происхождения. Возможно, эта метрополия была руководима наследниками хуннских императоров. Координаты, найденные археологами Бральефа, указывают на место самой большой битвы 1989 года, которая находится примерно в 770 километрах южнее Иркутска. Вероятно, после этого поражения Северный Шанюй оступил на север, еще ближе Байкалу. Поэтому можно допустить, что в 1991 году Северный Шанюй исчез при Байкалии со своими самыми верными воинами. Мне лично хочется верить, что имя этого исчезнувшего Шанюя звучало как Курхан, или Гурхан, или даже Курехан, Курыхан. Правда, единственным основанием к этому служит то, что жители Прибайкалии соседние народы называли в VI-VIII веках Курыханами. Мы обсуждаем также поэтическое самоназвание якутов Аи-Аймага, имеющие смысл избранный небожителями народ или даже богоизбранный народ. Действительно, любой якут выражение Аи-Аймага относит только своему народу и никакому другому. Нашу беседу можно найти из качат из популярной электронной библиотеки Кибер-Ленинка. Субтитры создавал DimaTorzok